Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Разумеется, вам в помощь. К повестке экономического календаря. Сегодня в 11.00 по московскому времени выйдет целый блок статистики по странам ЕС и Еврозоне в целом. Речь идет о данных по индексам активности в сфере услуг. Я уверен, что вы помните, что на прошлой неделе мы разбирали именно состояние промышленного сектора стран ЕС и Еврозоны в целом и пришли к выводу, что все очень-очень даже плохо. То есть европейская экономика сейчас в страшных условиях. Я имею в виду условия экономической реальности, высокая инфляция, тотальный спад в промышленности, энергетический кризис, который по мере наступления осени, конечно же, будет только усиливаться. И чем больше, по сути, мы дальше будем получать отчетов и статистики, тем больше будет светиться от того, что экономика ЕС уже оказалась в рецессии. Отсюда, как вы помните, мои не самые оптимистичные прогнозы по тому, что может произойти с европейской валютой до конца этого года. И я, еще раз повторяю, друзья, я отношу себя к лагерю тех трейдеров, которые всерьез допускают, что пара евро-доллар может достичь паритетных значений. Из других отчетов, помимо сферы услуг, от которой мы не ждем поддержки для евро, скорее всего, евро на плохих данных еще больше снизится, из других отчетов выделить, собственно, нечего. Но, друзья, под конец этой недели скучать не придется, поэтому сегодня, после выходного дня в США, нас, скорее всего, ожидает последний день этой недели спокойных торгов, потому что уже завтра будут данные по американскому рынку труда. В пятницу non-farm perils, завтра же протоколы, также последнего заседания американского регулятора, и рынки будут очень активно ходить. Ну, эти события мы, конечно же, обсудим в ходе уже завтрашнего брифинга. На данный момент рынок нефти, в соответствии с нашим прогнозом, продолжает расти. Почти 114 долларов за баррель уже в моменте, и мы продолжаем накапливать разные сообщения, новости по миру, которые свидетельствуют о дефиците предложения, и о том, что это предложение углеводородов в мире сокращается. Ливийская национальная компания отметила, что из-за продолжающихся массовых протестов, фастачек, как выразилось руководство форс-мажоров на крупнейших месторождениях и в портах, объем нефтедобычи в Ливии, друзья, снизился на 865 тысяч баррелей в сутки. Это практически 1 миллион. Это серьезный объем, серьезная цифра, и она доказывает масштаб именно проблем самой Ливии, и еще больше усиливает тот дефицит предложения, который мы уже с вами обозначили, накопили и определили. Также с сегодняшнего дня норвежские работники нефтяных платформ объявили забастовку. Я думаю, что она минимум недели точно продлится. Это значит, производство нефти снизится еще на 5%. То есть и Норвегия стала очередным регионом, который усиливает проблему дефицита предложения. Страны ОПЕК, как вы помните, по итогам того заседания, которое завершилось на прошлой неделе, не согласовали более высокий объем нефтедобычи. Либо потому, что не хотят, либо потому, что не могут. Эту тему обсуждали, что не хватает. И, в принципе, нет свободных мощностей, которые могли бы позволить им существенно увеличивать объем нефтедобычи. Среди основных фундаментальных событий, которые сейчас будут обсуждаться теми трейдерами, которые ориентированы, прежде всего, на рынок черного золота, это вот предстоящая встреча Байдена и Саудовского короля. Она состоится в середине этого месяца. Будут пытаться, конечно же, договориться о том, чтобы Саудовская Аравия, ОПЕК, раз Саудовская Аравия это лидер ближневосточного нефтяного картеля, чтобы эта организация все-таки увеличила производство нефти. Но я не буду противоречить сам себе. Мне кажется, что эта встреча ни к чему не приведет, потому что Саудовская Аравия просто не может существенным образом поднять объем нефтедобычи из-за отсутствия этих же самых производственных мощностей. Индекс доллара 105 пунктов. Идем выше, друзья. И на фоне предстоящего релиза Non-Farm Perils, который может разочаровать, я думаю, что индекс доллара окажется еще выше. Напоминаю, что здесь логика очень простая. Если выходят хорошие цифры, повышается вероятность того, что ФРС будет действовать агрессивнее. Если выходят плохие цифры по рынку труда, соответственно, говорим о рецессии, тоже фактор поддержки на защитный доллар. Реакция на плохой отчет очень явно была нам подсвечена, когда в пятницу вышел отчет АСМ по активности в производственном секторе США. Он просил до двухлетнего минимума. На этом фоне индекс доллара вырос. Я как раз считаю, что то же самое может произойти и после Non-Farm Perils, только в несколько увеличенном, помноженном на определенный коэффициент именно как реакция. То есть она будет значительней и по моим субъективным скромным прогнозам я допускаю, что индекс доллара сможет восстановиться до 105,5 пунктов. Почему бы и нет? Мы знаем то, что американский регулятор весьма серьезен в своих намерениях повысить процентную ставку. Но есть вопросы к Европейскому центральному банку. Если, опять же, в отношении ФРС мы не сомневаемся в том, что ставка будет повышена до 3,5% в этом году, то в отношении Европейского центрального банка я делаю акцент на то, что все-таки высокая инфляция, слабость промышленного сектора, энергетический кризис могут сдержать активность Европейского центрального банка по ужесточению политики. Поэтому после июльского повышения ставки, который ожидается на 25 байсных пунктов, возможно, ЭЦБ возьмет паузу. Это, друзья, мы обязаны использовать, чтобы шортить евро, потому что чем активнее будет ЭЦБ отставать от Федрезерва, тем выше будет спред доходности между облигациями, дифференциал процентных ставок и больше будет поддержка у доллара, а не у европейской валюты. Вчера инвесторов, трейдеров и всех тех, кто следит за европейской экономикой, очень сильно разочаровал отчет Centix. По потребительским настроениям он просил практически до рекордных минимумов. Минус 26,4. Это еще один сигнал и фактор того, что европейская экономика постепенно движется к рецессии. Фунт против доллара. Ждем отметку 1,20. Соотношения между ЕС и Северной Ирландией ухудшаются. На этих выходных министр иностранных дел Германии и Северной Ирландии сделали совместное заявление о том, что Англия выпиющим образом нарушает международные соглашения и проводит крайне недобросовестную политику, которая чревата тем, что в конечном счете могут быть расторгнуты большая часть контрактов, которые были ранее заключены с Европейским Союзом. Это все усиление политической напряженности и фактор, который указывает на то, что евро будет оставаться под давлением. Американский фондовый рынок ждем, соответственно, ниже. На текущих значений 3,500 цель остается. Доллар и иену покупаем уже. Снова растем. 136.23. Это текущие котировки. Цели 137 и, возможно, повыше. Были вопросы по поводу того, что с крипто Биткоин 20210 сейчас в моменте. Я сторонник того, что будет очередное дно, потому что здесь, во-первых, аргументы это ужесточение монетарной политики в США, которая провоцирует трейдеров на выход из рисковых инструментов, а рынок криптовалют – это такая же рисковая среда, как и американские фондовые рынки. Ну и кризис ликвидности у тех компаний, которые тесно связаны с криптовалютной индустрией. Не забывайте, друзья, что такие громкие истории, как краха Free Errors Capital, Celsius, CoinFlex, они просто так с рынка не исчезают. Это первые, как говорят в отношении отчетности, ласточки, которые вылетели следом, соответственно, могут быть другие компании. Где это новое дно? Я полагаю, что где-то пониже 15 тысяч. Ну, не уверен, что будет 10 тысяч, но до 15 тысяч есть очень высокая вероятность того, что Биткоин все-таки скорректируется. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!